482 человека, привитых от COVID-19, умерли в Казахстане с февраля по август. От общего числа умерших это составляет 5%. По мнению Алексея Цоя, эта цифра доказывает эффективность вакцинации. При сохраняющейся возможности заболеть, вероятность перенести болезнь в тяжелой форме снижается в разы. Вы знаете, что у нас именно подъем заболеваемости и основная летальность были именно в августе месяце, то есть июль-август месяц, поэтому такая разница. При этом мы видим, что все равно подавляющее большинство граждан скончались именно не вакцинированы. Поэтому я прошу на этом сделать особый акцент. На данный момент казахстанцы могут выбрать из трех видов вакцин. Это спутник ВИСИ, нафарм и отечественная вакцина Казвак. Но уже к концу года планируется поставка еще одной. Пфайзером планируют прививать детей и подростков старше 12 лет. При этом только на добровольной основе и согласии родителей. Не исключают в Минздраве и возможности вакцинации детей младше 12 лет. Что касается изменения возраста, сейчас как только данные исследования будут утверждены регуляторами стран, где проводились эти клинические исследования, и мы получим официальные рекомендации, возможно, мы тоже данные подходы рассмотрим. На данный момент действует, согласно регистрационному удостоверению, разрешение получить вакцину в возрасте от 12 лет и старше. Призвал Алексей Цой казахстанцев вакцинироваться также и от гриппа. В осенне-зимний период при сниженном иммунитете такая защита будет не лишней. Не исключают в Минздраве и появление этой зимой новых завозных штаммов коронавируса, которые могут быть и более агрессивными, чем те, что циркулируют в стране сейчас. Конечно, по вспышкам мы сейчас отдельно мониторим новые завозные штаммы, которые появляются на территории республики. И один из рисков, несомненно, может быть этот завоз новых штаммов, более агрессивных. На данный момент те штаммы, которые находятся на территории Казахстана, находятся под контролем. И мы, в принципе, постоянно ведем работу, в том числе по разработке отечественной вакцины, с учетом добавления вновь появляющихся штаммов на территории республики Казахстан. Вопрос по ревакцинации особо остро сейчас стоит для тех, кто получил вакцину в самом начале прививочной кампании. Однако в Минздраве по-прежнему затрудняются ответить, в какие сроки это должно происходить и каким должен быть интервал между курсами. На данный момент в Казахстане создана рабочая группа, в состав которой вошли врачи, эксперты, ученые и сотрудники санэпидслужбы. Как только они систематизируют все имеющиеся данные, то ответ на вопрос по срокам ревакцинации будет получен.